Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Время цифры». В студии ведущий Василий Богданов наши эксперты. Александр Глазков, председатель Совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт». Здравствуйте, Александр. Роман Мартынов, член правления, директор департамента реализации проектов компании «Диасофт». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы – это проектная деятельность. И первый вопрос, Александр, к вам. Что принципиально изменилось в проектной деятельности сейчас по сравнению с предыдущим периодом? Действительно, изменения просто какие-то колоссальные, поэтому это другие технологии, другие подходы. И вот мы по своей жизни прямо очень остро ощутились, насколько вот предыдущая история, она у нас перестала работать. У нас были зрелые продукты, такие сложные, большие. Это часто были такие сложные, огромные проекты, но мы знали, много раз это делали. Иногда это месяцами, редко годами, но тем не менее, это такие какие-то большие истории, которые мы успешно ими управляли. Вот это время, оно закончилось там сколько-то лет назад, и нам пришлось тоже перестраиваться, потому что вот мы вошли в эту новую эру, где первая проблема – это заказчик стал не очень хорошо понимать, что он конкретно хочет, потому что это вокруг нас все время продолжает меняться. То есть, в этой зрелости заказчика ее не хватает, но и она невозможна. То есть, это даже не претензия, потому что мир вокруг слишком набрал большие обороты, и все это очень быстро меняется. А с другой стороны, так как это новая история, то и зрелости решений продуктов, вот этого опыта много раз это делать, его тоже отсутствует. Поэтому все практики, они сдвинулись в такие немножко итерационные и джаловские истории, которые вроде бы мы традиционно относим к разработке. Но это не только к разработке, везде это как уже такая философия жизни. То есть, делать, пробовать, смотреть то, что хорошо получается, и дальше двигаться вперед. — Роман? — Ну да, знаете, с появлением Эджайла это все, конечно, хорошо. Действительно, старый классический водопад канул в лето, он никому не нужен. — Водопад – это когда в самом начале нужно сформировать все задачи. — Длительная история, если там проект на год, на два, как бы он планируется. Понятное дело, что любой план нужен для того, чтобы завтра его перепланировать. Собственно, наверное, поэтому появился Эджайл. Эджайл тема хорошая, но тема, наверное, сложная в том плане, у нее есть все свои минусы. То есть, когда у тебя 1-5 команд создают продукты, а проекты сейчас все, в принципе, они идут с разработкой. Ну, наш проект в компании минимум проектов, который без разработки, без доработок каких-то, без развития продукта. Вот. И когда у тебя идут проекты с разработкой, там больше пяти команд, а если, собственно, 10-15, а у нас были такие проекты, у нас были проекты, где там в пике трудилось на проект 60-70 до 90 человек в день, работал на одном проекте. И понятное дело, что все это надо потом скрестить, да, как бы все это должно вылиться в единый процесс, единую бизнес-цепочку, да, все это надо сдать заказчику, и это достаточно тяжело. То есть, как бы мы в компании, ну, мы все время как бы в поиске, мы ищем баланс. То есть, да, вот сейчас вот набирает обороты, например, мы уже пошли работать с рядом заказчиков. Это, скажем так, фреймворк, он относительно молодой. Это фреймворк Safe. Это Scaled Agile Framework. Да, то есть, это планирование, скажем так, на 5-6 спринтов ближайших вперед, да, и там очень важная роль, все команды, как бы встречаются, очень важная, извините, очень важная роль, это роль бизнес-заказчика. Бизнес-заказчик приходит на так называемые API-планинги, то есть, на планирование. То есть, бизнес-заказчик сам задает тон этим командам, которые будут, и они как бы сам принимают участие, что они будут делать вот в эту длительность, вот эти 5-6 спринтов, что они получат, какой набор фич, да, это очень важно. То есть, если незрелый бизнес-заказчик это не понимает и вбрасывает, то, как правило, это идет к неуспеху. А вот именно вот эта вот история, это такой баланс, ну, такой вот симбиоз, скажем так, классического agile, да, и agile масштабирован. Ну, как бы мы в компании больше называем осознанный agile, то есть, вот это близко-ближе к этому. Александр? Да, мне, знаете, кажется, сейчас такая вот в проектных практиках главная проблема, она заключается в том, что когда действительно простая история, когда вот, ну, одна команда, она идет, что-то делает, и у нас есть временный успех, нам кажется, что это что-то получается. А главная проблема, это вот этой вот новой истории, это как объединить труд большого количества команд для того, чтобы получилась работающая еще общее решение. Вот это главная проблема. Потому что, на самом деле, очень похоже, что вот те, кто привертал опыт, вот побежал делать с большим количеством команд, они бежали, как рыба, рак и щука, вот, а воз во многих местах, он и ныне там, да, то есть, он не сдвигается, да, потому что это вот, то есть, вот буквально, это очень быстро настигает, да, и поэтому, когда вот Роман говорит о балансе, то есть, это баланс, как ни странно, вот это и та же технология сейв, это баланс в сторону введения вот этих вот водопадных практик, как ни странно, да, когда надо посмотреть вперед, это осмыслить, сделать это более понятным, да, и все-таки двигаться в каком-то одном направлении, вот, чтобы команды видели, куда двигаются другие команды, да, они были такими вот потрясающими независимыми, все же туда двигалось, да, ни от кого независимые, но зато очень эффективные, конечно, в Эджале вот эта независимость маленькой команды, она принадлежит какой-то невероятной эффективности, да, ну и что, да, если ты побежал, скажем, в другую сторону, да, тебе в другую, как ты соединишь-то результаты этого труда разных команд, вот у нас, к сожалению, мы занимаемся очень сложными вещами, вот, и в эти сложные вещи действительно требуют необходимости соединять труд огромного количества людей и команды. Роман, есть уже какие-то примеры, как ведет себя или показывает себя, проявляет себя вот этот новый подход к проектной деятельности, ну, вот в реальных проектах? Ну, наверное, знаете, как я бы сказал, немножко по-другому ответил, здесь дело в том, что мы не хотим и клиент, наверное, не готов сейчас делать большие проектные истории, как это было раньше на года, да, то есть все хотят, как бы, все хотят делать, мы и мы в том числе, мы хотим делать проект на месяца, да, если вот даже та же компания Гартен, да, как бы у них вот последний их месседж, да, то, что происходит, это появляется инициатива, появляется прототип, да, появляется MVP, то есть Minimal Value Product, да, все это показывается, да, это все запускается, идет дальше, то есть как бы идет дальше, дальше, дальше наращивание, то есть большая история с большим взрывом, как это раньше называлось, да, это водопадная модель, в конце большой взрыв, ба-бах, сложено, где-то кроваво, да, ну, как бы на руках всех вытащили, да, запуск прошел, все, аплодисменты. Значит, не нужна, нужны маленькие истории, маленькие победы, у нас есть такой, в принципе, опыт уже, ну, не один, яркий пример расскажу, такой, это, ну, не маленький банк, то есть это порядка 80 отделений по всей стране, мы внедряли там операционный фронт, вот, у нас было там 68 бизнес-процессов, да, то есть это различные продукты, там, кредиты, расчеты, пластиковые карты и так далее, понятное дело, что можно было пойти как раз по пути большого взрыва, то есть внедрить там в одном отделении, да, все это, как пройти этот путь и пойти, там, выбрать одно-два отделения для пилота и пойти тиражировать. Как мы делали раньше. Но в этот раз бы точно не получилось. Да, раньше мы так и делали, в этот раз бы точно не получилось, мы это поняли, то есть мы пересмотрели свой подход, мы выбрали, сфокусировались, я сейчас точно не помню, 3-5 бизнес-процессов, которые вот самые важные сейчас были именно для бизнес-заказчика, да, это было проговорено с банком, с заказчиком, да, там, со спонсором проекта, и, соответственно, что мы сделали? Мы эти 3-5 бизнес-процессов, мы их запустили на все филиалы одновременно. Запустили, пошли в продакшн, люди начали работать, Бизнес-заказчик увидел сразу value, понял, что функционал запущен в пром. И дальше, дальше, дальше мы всю эту историю раскатали. Все 68 процессов мы параллельно согласовывали приоритеты с заказчиком. Что дальше? Запускаем вот эти пять. Все окей, запускаем вот эти пять. Итерационность месяц, два, три. И вот такая история. Мы считаем, что это был успешный проектный опыт. Я сюда даже добавлю две таких важных вещи. Во-первых, мы действительно показали и запустили, и сразу приносили какую-то пользу. И у заказчика в этот момент, я просто помню, после этих трех-пяти процессов, у него появилась мысль, какая-то инновационность, запустить что-то новое. И вот у тебя уже стоит платформа, ты запускай новое. Был недостаток, что старый продукт остался. Обычно в этом большом взрыве ты останавливаешь работу старого и переходишь на новое. Это страшная история, но мы его научились когда-то раньше проходить. Сейчас бы, конечно, так не сработало. Но, конечно, это недостаток. Но зато появилась вот эта новая история. И в нее очень легко стали закатываться новые продукты. Очень интересно произошло, что те люди, которые принимали это решение... Когда вы имеете в виду эту технологию проектную. Да, да, да. Вот эту проектную историю. И когда люди, которые выбирали это решение с нами, что мы так будем делать все, они так вот случилось, что они через где-то 3-4 месяца покинули банк. Их не стало. И мы вот эту всю работу делали с такими людьми... Которые только-только подключились. Нет, даже более низкого уровня. Те, которые непосредственно ручками все делают. Люди, которые принимают решения, лидеры IT, лидеры бизнеса. Те, которые главные заказчики. Те, которые деньги, бюджеты выделяли. И которые что-то понимали. То есть, они как-то осознанно выбирали вот эту историю. И в старом подходе это бы означало остановку. Да, оно так и произошло. На самом деле, через пару месяцев после того, как новые люди пришли, они посмотрели, здесь идет какая-то деятельность. Как раз решение было в августе. А мы уже в ноябре, уже были вот эти 3-5 процессов. Они уже работали, появились новые процессы. И когда люди в ноябре пришли новые, они где-то там к январю, они посмотрели как раз Новый год. Ну, что-то какая-то история. Нам непонятно. Мы не выбирали. Надо ее остановить. Но на удивление это уже нельзя было остановить. Потому, что это работает масштабно по всему банку. Оно приносит пользу. Новые истории бизнесу приносят пользу. Вот эту динамичную пользу. Новые истории, они закатываются за месяц, за два на этой платформе. А параллельно мы старенькое потихонечку переводим. И на самом деле была еще и вторая попытка. Еще через полгода. То ли, я уже не помню, эти люди опять сменились. Вот новые пришли. То ли еще что-то. Опять остановить этот процесс. Потому, что он непонятный. Давайте мы здесь остановимся. Это правда хорошая, очень важная мысль, которую я хочу подчеркнуть. Действительно, огромное количество проектов останавливались, прекращались только потому, что меняется команда. А вот есть акционер. У него сменились менеджеры. И в предыдущей модели, вот этой, как вы ее называете, водопадной. Ну, да. Процесс какой-то начался, но результата еще нет. Конечно, пользы нет. Есть потраченные деньги, их, если что, можно списать и начать процесс заново. А акционер теряет динамику. Будет ли второй процесс лучше, чем первый. То есть, много непонятных вещей. Здесь все участники процесса довольны, недовольны, старые, новые. Они видят, ага, 3-5 месяцев, все, работает. Вот это работает. Соответственно, уже дальше. Вот я заметил, ровно через год, в августе, там пришел новый, тоже, кстати, почему-то продержался два месяца всего, новый айтишник. Для него это была новая тема. И мы опять, ощущение было рисков. Сейчас вот мы что-то делаем, нам опять где-то начнут разбираться, денег не заплатят. Но айтишник был реально грамотный. Он просто посмотрел, есть выль. Есть польза. Ценность, польза. Это, понимаете, не надо разбираться, чего там ребята наработали. Ничего, все, есть результат. Вот бизнес доволен. Мы что-то накатываем за последний месяц-два, еще какие-то процессы запустили. И он нам сразу начал закрывать акт. То есть, действительно, вот этот весь подход, это вин-вин. Клиент видит, чувствует. Даже новые люди приходят, что есть польза для банка. Ну, зачем нас выносить, останавливать там прочее. А мы даже вот в ситуации, когда что-то, видите, и в этой области меняются люди приходят, уходят. Даже такие изменения происходят. Динамика везде. Тем не менее, мы быстро можем показать, потому что результаты, они понятны. А вот все, сколько ты там потратил человека часов, много, сделал что-то промежуточное, которое нельзя показать. Это вся подготовка. Она не ценна, особенно для новых людей. Ты старым еще что-то можешь объяснить в предыдущей модели. То есть, это не срабатывает. И вот это, конечно, фантастичная история, которая нам показала, такой прям паттерн, что насколько это правильное приведение. Когда я в этом году это вижу, что фактически Гартнер делает акцент на это, говорит, это единственный возможный подход. А у нас уже есть такой опыт и практика, она даже не единственная. Это наиболее яркая и масштабная история. Смотрите, давайте там о второй части уже более предметно поговорим. Вот эта новая проектная деятельность по новой модели, где у нее есть слабые места, что нужно преодолевать, какие опасности. Ну, преимущества вы уже начали рассказывать и продолжим о второй части. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Время цифры». В студии ведущий Василий Богданов, наши эксперты Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт» и Роман Мартынов, член правления, директор департамента реализации проектов компании «Диасофт». Еще раз здравствуйте, коллеги. Добрый день. Итак, проектная деятельность по новому методу, она тоже должна как-то внедряться. Она тоже несет за собой смену ментальности, парадигмы. Какие там есть особенности, подводные камни, какие проблемы, которые приходят. Чем она еще отличается в реализации от предыдущего подхода? Роман. Ну, смотрите, давайте, наверное, отвечу так. У нас, в принципе, в текущий мир нельзя внедрить два одинаковых продукта, у двух клиентов одинаково. То есть, это будут совершенно два уникальных проекта. По сути, каждый проект по себе уникален. Мы, приходя в банк, видим и ландшафт банка, и его IT-архитектуру, и зрелость IT-службы банка, зрелость бизнес-заказчиков, насколько они готовы вкладываться в то, что они говорят. То есть, как бы здесь, еще раз повторюсь, мы все время в поиске. Большая степень вариативности. Вариативность достаточно большая, да. То есть, понимание здесь, наверное, опять же, понимание человеческой натура, вплоть до того, что кого из менеджеров можно поставить на этого заказчика, кого нельзя, потому что по причине того, что они могут просто не сработаться. Это вот тоже такое, что я не ставлю менеджера, не назначаю менеджера. Но ведь этого не было, так остро стояло, потому что вот там черный ящик, тут черный ящик. Ну, какие коммуникации есть? Раньше было назначение менеджера на банк, на проект, да. Сейчас идет больше фокус на самого заказчика, на бизнесового заказчика. Здесь, наверное, еще для меня очень важно то, что я вижу сейчас. Менеджеры проектов и требования к ним тоже существенно изменились. То есть, если раньше это водопад, это хороший планировщик в проекте, у него есть план график, он его следует. Классный администратор. Да, классный администратор. То есть, сейчас история совершенно иная. Я вижу по нам, вижу по другим вендорам, что менеджер, который не разбирается в деталях, который не погружен в проект, в предмет, который не может нормально общаться с бизнес-заказчиком на его языке, и с IT-служба на его языке, он, скорее всего, будет неуспешен. То есть, шансы на успех достаточно малы. То есть, происходит, что технологический стек сейчас очень часто меняется, он серьезен. То есть, глобальные изменения постоянно идут. То есть, менеджер, который не в предмете, он будет, скорее всего, неуспешен. Слишком быстрый темп изменений диктует то, что большая часть решений должна приниматься непосредственно в команде, в момент общения. Глубина должна быть. Потому что, если человек не ориентируется о том, о чем за столе говорит, а только говорит, вот у меня протокол, какие решения, занимается административной вещью, что настолько сложная среда, а ты должен ей управлять. Ну, как вот люди, которые неглубокие, не имеют предыдущего такого бэкграунда на эту тему. То есть, они, как менеджеры, становятся абсолютно неэффективными. Смотрите, коллеги, в этой ситуации, когда решения во многом не раньше запланированы, взвешены, утверждены Советом директоров, и теперь реализуются в жестком темпе. А теперь решения зачастую создаются непосредственно в момент работы команды. Как в этой ситуации измерять качество, эффективность, давать оценку тому, что получилось, что не получилось? Действительно, смотрите, когда сложная история, непонятная, мы прямо чувствуем, что действительно очень хороший вопрос на эту тему, что очень важно выработать единую версию правды. То есть, одинаковое понимание, то, что говорят СЛА, одинаковая измеримая история, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что плохо все равно происходит, сложности все равно есть, их надо преодолевать. Очень важно хорошо понимать, обрабатывать цифры, данные, и говорить, что правильно, что не правильно. К примеру, с ошибками. Кто-то клиент, у него же свой опыт, и меньше, чем наш. Если у нас за прошлый год больше 500 проектов, понимаете, ну, посмотрите, какой мы опыт накопили. У него это может быть меньше проектов, у бизнес-заказчика, может, у него вообще нет опыта. Он говорит, у вас ошибки. Ошибки-то плохо или хорошо? Сколько их должно быть? Что важнее, на самом деле, не сколько ошибок, а как быстро они исправляются. Что важнее, когда ты исправляешь ошибки, появляются ли новые, тех, которых раньше не было. То есть, вот этот регресс. Это какие-то для нас понятные вещи, но о них тоже приходится договариваться, выравнивать нашу картинку мира, договариваться о том, как мы будем измерять, что такое хорошо-плохо, сводить, сколько должно быть тестовых дней. Понимаете, вот мне один заказчик на прошлой неделе говорит, вы даете нам некачественные продукты, мы очень много тестируем. У нас за последние, было там больше 10 тестовых дней. Ну, я говорю, ну, хорошо, я подготовлен. Я говорю, ну, понимаете, когда ваши люди чуть-чуть потестировали, нашли 2-3 ошибки и перестали тестировать. Мы их исправили за несколько дней, буквально день-два. Вы там сделали паузу, потом еще 2-3 ошибки. То есть, прерывистый процесс. Так это процесс может быть бесконечный. Вот, к примеру, когда давайте договоримся, смотрите, на самом деле вообще мы можем очень хорошо тестировать. Если мы с вами, вот давайте один раз сядем, рядышком с вами, посмотрим, как вы тестируете, запишем сценарии тестирования, прямо вместе с вами, даже мы и запишем. То потом, смотрите, мы эти сценарии пройдем, мы же знаем, вы же их же будем проходить. Вот мы в одном из банков, сейчас у меня, вот мы сейчас там запускаем что-то, да, вот я просто знаю цифру, да, там 3300 сценариев тестирования. То есть, сценарии были, извините, перебью немножко, сценарии были написаны совместно с клиентом, то есть, писали их мы, да, но мы их согласовали с заказчиком. То есть, для нас критерий успеха, то, что продукт работает, это работоспособность. Конечно, мы договорились, да, вот измерение, что вот если эти сценарии отрабатывают, а там все, и они с этим согласны, потому что они проходили, мы записали, потом согласовали. И вот смотрите, и критерии качества, и им хорошо, и мы проходим эти сценарии, и нам хорошо, вин-вин опять история по управлению проектами, да, и мы проходим эти сценарии, вот если мы их прошли плохо, они их тоже начинают проходить для контроля и находят там ошибки, все, ну мы честно поднимаем руку, мы виноваты, если этого много, это наша вина, готовы там понести наказание, там или еще что-то. Ну, потому что согласованная, понятная история, в которой и мы способны достигать результата, и им понятно, что это и для них устраивающая история, да, то есть, это не хаос, это не борьба, там, не разные оценки, да, поэтому вот эта вот история, единая версия правды, да, где вот единая система измерения, а управлять можно только тем, что ты измеряешь, да, невозможно управлять, когда тебе приходят, говорят, у вас плохой, некачественный продукт, вот я чего я могу сделать, я не знаю, что я могу сделать, я должен договориться, почему вы так считаете, какие критерии, для того, чтобы это понять, признать, я готов договариваться, это не в смысле, что я навязываю свою систему, нет, конечно, мы договоримся, мы делаем общую систему, устраивающую две стороны, вот, но после этого, когда, если мы договорились, мне понятно, что делать, чтобы быть хорошим, я хочу быть хорошим, да, в проектах, да, мне нравится, когда клиенты меня хвалят, а не ругают. Ну, здесь я, наверное, немножко дополню с точки зрения управления, да, у нас как бы есть там одна из наших практик, у нас их много, да, и как бы мы всегда ищем баланс, одна из них, это, по сути, мы сам проект разбиваем на проектные треки, да, есть у нас такое понятие, где схожий вид деятельности, да, они как бы разбиваются на проектные треки, если это большой проект, там, средний большой, то на каждый проектный трек назначается свой один ответственный, да, который как бы за него отвечает. Дальше, что появляется, по этому проектному треку, по сути, появляется базовый план, ну, грубо говоря, проектный трек обследования, да, вот, нужно провести обследование, да, есть какой-то базовый план, мы видим, этот базовый план согласуется с клиентом, да, появляется, скажем так, некий график сходимости, и регулярно на встречах с клиентами, да, регулярно внутри компании, на проектных комитетах, соответственно, отслеживается, попадаем мы в наш базовый план или нет, видим, что идет, можно сапроксимировать, что мы немножко съезжаем по срокам по какой-то причине, да, соответственно, можно минимизировать эти риски, да, приложить какие-то усилия, чтобы вернуться вновь к базовым планам. То есть, вся эта история ложится на наши треки. Это, к словам Александра Валерьевича, и таким образом в том числе мы контролируем то, что происходит на проектах. Вот я еще одну зарисовочку вспомнил. Мне она очень нравится. Я вспомнил один некий сложный проект, где сложно все идет. Таких, к сожалению, много, потому что новая история. И на этой истории у нас со стороны IT они делали свою единицу измерения и готовили свою оценку ситуации. А мы готовили свою и приходили на эти встречи, которые у нас раз в неделю. Управляющий комитет. Управляющий комитет. Они очень важны. Нельзя их пропускать. Это тот же джавский проект. Он даже чаще, чем раз в две недели. Часто раз в неделю. Мы договоримся, куда мы продвинулись, что мы сделали. Но приходили две версии правды. Иногда на эти встречи звали, особенно когда были острые ситуации, руководители. Даже до меня доходило. Я тоже приходил. Со стороны банка тоже приходил. И нам приводили эту историю. И начинался там такой хаос. И энергетика отрицательная. Агрессия. И все. И в результате, как это все разрешилось. Разрешилось следующим образом. Мы как руководители договорились и сказали, ребят, нас так не устраивает. Вы идите до того, как вы приходите к нам, что-то нам рассказывать, вы сделаете свои предложения, но попробуйте сами их согласовать и выдать единую версию правды. Один протокол. Попробуйте это сделать. И что произошло? Произошло следующее, что они вначале попробовали и о чем-то договорились. Сказали, да, мы видим одинаково. Но о чем-то не договорились. Но обе стороны были подготовлены, о чем они не договорились. Это не было неожиданностью для них. У каждого было свое понимание и своя какая-то логика. Они с этой логики пришли к нам, и мы, как заинтересованные стороны, мы дали оценку, кто прав, кто не виноват, потому что подготовленная история. Это не понравилось нашим подчиненным, можно сказать, потому что картинка-то открывается. Я уже помню, если не со второго, то с третьего раза больше ситуации, что на наш уровень выходили без согласованного плана, они там сами стали договариваться о каких-то компромиссах и прочее. И паровоз прям поехал. Эмоциональный фон стал ниже. Все стали конструктивно нацелены на то, чтобы делать проект. Они договаривались о единой версии правды. Но иногда, конечно, кто-то не справлялся. Это выходило. Но сразу признание, а не мысль, что мы не виноваты. Это все деконструктивно. Это не дает никакой пользы. И вся эта история реально в сложнейшем проекте. Невероятно. Там, который как раз Роман говорил, где там было много-много-много десятков страны с нашей страны и с их страны задействованы. И вот эта проектная практика, проектная история просто сфокусировала всех на то, чтобы достигать результаты. И мы выбрались, и достигли, и все заработало. Это был потрясающий опыт. Если подвести итог, даже включая то, что мы уже говорили, что сейчас смотрят телезрители, которые тоже стоят перед этой проблемой. Новый метод управления. Что самое главное дает или на что нужно обратить внимание, внедряя этот метод? Ну, здесь еще раз обращу внимание, что на самом деле очень важен баланс. То есть, все методологии, фреймворки, все, что появляется, это хорошо, но оно где-то может быть избыточно. То есть, нужно всегда действительно находить баланс, брать для себя тоже действительно важные цены. То есть, нельзя сказать, что мы берем полностью пластический инжайл. Естественно, что вся эта история направлена на повышение эффективности, направлена на быстрый и короткий результат. Быстрый результат в короткий период от времени. То есть, эта история больше направлена на то, что бизнес фест. Вот это вот, наверное, понятно. Александр? Я просто коротко добавить, что мне кажется, что главное – это выстроить правильные отношения с клиентом, конструктивные отношения, нацеленные на результаты. Слава богу, клиенты хотят результаты, и мы тоже хотим быть хорошими и справляться. И вот если на это опереться и работать над тем, чтобы находиться в одной лодке и вместе добиваться в этих сложных условиях результата, то все получится. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Время цифры». Сегодня нашими экспертами были Роман Мартынов, Александр Глазков, велпередача Василий Богданов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова